Девочки, я понятия не имею вообще, какие гормоны даже существуют в нашей жизни. И в каком случае, например, мне, здоровой женщине, надо их принимать. Мне просто интересно, если принимаешь гормоны, это что значит? Ты выглядишь на 40 лет моложе или что? У тебя месячные до 100 лет идут, а когда идут месячные, то ты тогда не будешь старо выглядеть? Я не знаю, но природу не обманешь, это в первую очередь. Можно только себя в своем конкретном возрасте держать в прекрасной форме физической. И самое главное, не забывать за то, что у вас в голове. Потому что самое важное, самое важное, это содержимое вашего желудка и ваших мозгов. Потому что негатив, злость, ненависть, раздражение, зависть, что еще? Недовольство вообще всем, своей жизнью, своим окружением. Раздражает муж, дети неблагодарные. Я не знаю, что еще. Внуки непослушные. На работе там все козлы или козлихи. Ну, что я вам могу сказать? Вот это вот делает вам плюсы года. Потом содержимое вашего желудка делает вам тоже, поверьте мне, больше, чем та злость. Нет, не больше. Я думаю, она просто дополняет одно другому. Вот, ваша пузень, 35 подбородков, отекшие глаза, отекшие щеки, вообще тело отекшее. Ноги отекшие, ступни как булочки, потому что как не в себя все поглощать углеводистое. И там тело мотивается так, что мама дорогая. Одна радость пожрать, нажраться. Одна радость пообсуждать, косточки пообмывать. О какой молодости или о каком свежем виде можно, внешнем виде можно говорить, когда жизнь, например, у какой-то женщины и таких большинство, к большому сожалению, вот такая жизнь у нее присутствует, а мне какие гормоны не помогут. Гормоны? Я думаю, мы, ну, все-таки генотип это очень много значит. Да, дяде Геной, моим родителям нужно сказать спасибо. У меня мама очень молодая выглядела, дедушка, там, бабушка. Вот. И еще, девочки, надо помимо тела, желудка заниматься еще головой. И у меня духовные практики 15 лет. Да, я учусь жить позитивно. Вот так. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо!